привет всем с вами норд и мышное прохождение игры по названиям гон рок переводится либо как почему-то google переводит как сошел с ума яндекс переводят как стал негодяем рок переводится у нас негодяй жулик мошенник полуторазбойник гон переводится как ушел ушедший я решил перевести это как стал изгоем то есть принципе подходит но здесь хотя по идее стал вором может быть стал вором может быть и так версии игры у нас 1.04 и отдельная благодарность разработчику ask of games за предоставленный steam ключ новая игра так видеть своими вводим собственно свой никнейм слот 1 выберите сложность тревога это у нас обычная тревога растет со стандартной скоростью стандартное поведение враждебных персонажей впоследствии сложность можно может быть изменена тяжелая тревога растет быстрее на ограблениях становится больше враждебных персонажей и других препятствий враждебные персонажи ведут себя более непредсказуемо и агрессивно но на ограблениях можно найти немного больше полезных предметов впоследствии сложность может быть изменена мы скорее всего будем играть на легкой потому что причем возможно точно будем играть на легкой тревога растет замедленной скоростью взломы замков карманной кражи происходит немного быстрее доступно больше сохранить прогресса это у нас игра получается как стелс то есть нам надо будет прятаться потихоньку проходить вид по мусс верху будет в общем посмотрим так легкая слой 1 начать война бессмысленная бойня длящаяся десятилетиями не могла не изуродовать весь наш мир война сделала из государства идеальный конвейер по превращению людей в пушечное мясо мы даже не заметили как лозунги затмили чувства приказы вытеснили логику сомнение стало предательством а идеология истиной настало идеальное время для господства лицемерия и лжи но вместе с тем я чувствую что государство приходит в упадок голод болезни страдание смерть вот и все что я вижу вокруг себя для меня же красца по ночным улицам в поисках еды стала уже привычкой хотя в этот раз я решил действовать по крупному мясная лавка а мясная лавка сна и лавка на самом краю городских трущоб владелец грубый мерзкий тип продающий мясо аналогичного качества но из-за удивительно доступных цен лавка пользуется огромным спросом у всего квартала основная цель обчистить кассу мясной лавки дополнительные цели украсть на сумму больше 75 долларов так вперед нажмите для передвижения основная цель обчесть кассу мясной лавки пробраться во двор лавки мясника дополнительные цели украсть на сумму больше 75 75 долларов украдено 0 так у нас здесь есть цели ограбления собственно это и есть так с время у нас идет это у нас общая тревога ограбления сложность легкая можно поставить на паузу воровское зрение включить выключить постоянную подсветку объектов клавиша alt она тут надо нажимать прямо а можно просто открыть вот так нам будет проще со всегда будет все подсвечено так это на что зафиксировать камеру клавиша мышка 3 а это нас колесико так автопауза клавиша v так это нас ожидание клавиша x корить пока так оставим на паузе на свету концентрация от концентрации зависит скорость взломов и карманных краж при взломе сложных замков или сложных карманных кражах запас концентрации снижается на один пункт отличная концентрация здесь на что карта так мы находимся здесь это направо сюда видимо нам надо допустим это он что к навыке клавиша си так персонаж броское мастерство как тут много всего грубый взлом карманные кражи знания электроники открывание замков мастерство налетчика броское мастерство чутье на наживу броская удача так ладно к этому сейчас перевер перейдем постепенно начнем с инвентаря что у нас есть здесь 0 цена это вес 0 35 это у нас видимо вздля взлома это какие-то таблетки ключи драгоценности это общие вещи да все предметы инструменты используемые полезные и ценности так дальше идем первое крупное дело это наш дневник устав от постоянных скитаний по трущобам и копаний в мусорных баках в этот раз я решил действовать по крупному после недолгих размышлений мой выбор пал на местную мясную лавку больше всего меня интересует выручка из кассы но также я не откажусь прихватить с собой все что попадется мне по пути первое крупное дело пробраться во двор лавки мясника так хорошо это у нас основные это понимаю задание это у нас записи не найден ни одной записи это у нас сообщение тоже нету ни одного сообщения и подсказки подсказок у нас много так начнем с них управление персонажем осуществляется с помощью мыши передвижение и взаимодействие со всеми игровыми объектами зажмите левую клавишу выше на интерактивном объекте чтобы отобразить его меню действий вращение камеры масштаб камеры зафиксировать отвязать камеру от персонажей аэсди перемещение камеры два раза левой или зажать shift перейти на бег внешний вид курсора меняется в зависимости от состояния объектов так замочком объект заперт на замок заблокирован но при наличии нужных инструментов его можно взломать с крестиком объект недоступен для взаимодействия заблокирован каким-либо препятствием есть с какой-то стрелочкой есть возможность перелезть через забор хорошо горячие клавиши горячие клавиши в любой момент можно поменять в меню настроек на вкладке gameplay стандартные горячие клавиши приведены ниже пробел пауза аль подсветка находящийся рядом интерактивных объектов f подобрать ближайший предмет надо запоминать ускорить время xr остановить передвижение или перри прервать взлом пи автоматическая пауза тап инвентарь n дневник си персонаж науки и специализации м карта местности с одного по 6 использование предметов панели быстрого доступа и в 5 быстрое сохранение количество крайне зависит от сложности то есть часто нельзя использовать f8 быстрая загрузка f4 быстрое изменение яркости ночи враждебные персонажи во время ограбления джеку могут встретиться как нейтральные так и враждебно настроенные персонажи если нейтральные персонажи не представляют опасности и с ними иногда может можно даже поболтать то враждебных персонажей следует всеми силами избегать причем некоторые персонажи бывают опаснее других уровень угрозы можно определить по изображениям герба на рядом с именем персонажа серенький бронзовый серебряный это бирюзовый золотой попадание в поле зрения громкий шум кражи предметов и любые другие незаконные действия вызывают у враждебных персонажей настороженность при достижении максимума настороженности персонаж переходит в режим тревоги он может погнаться за джеком отправиться на его поиски или начать звать на помощь окружающих но по прошествии некоторого времени любой встревоженный персонаж успокаивается и возвращается к своим прежним делам вся вызванная во время ограбления тревога накапливается и отображается на специальном индикаторе общей тревоги в левом верхнем углу экрана заполнение этого индикатора до максимум приведет к провалу ограбления хорошо скрытность когда джек попадает в область обзора враждебного персонажа то у него начинает выречиваться область внимания обозначается на области обзора голубым цветом враждебный персонаж замечает джека только если он оказывается в области внимания индикатор освещенности указывает на уровень незаметности джека нахождение в тем в темноте уменьшает скорость его обнаружения враждебными персонажами уровень темноты на улице и в помещениях может различаться наиболее темные места чтобы надежно состоится это густые кустарники кладовки или подвалы для еще большего снижения видимости джек может прятаться за небольшими укрытиями достаточно встать позади находящегося для этого объекта например ящика или крупного предмета мебели и джек спрячется самостоятельно даже при нахождении в темноте в темноте бегущий персонаж привлекает внимание других людей также во время бега издается шум который зависит от поверхности по которой бежит джек чтобы чтобы джек может управлять освещением тушителя разжигать огненные источники света а также переключать электрические светильники с помощью выключателей тем самым можно создать выгодную для себя темноту или отвлечь внимание на враждебных персонажей некоторые люди могут обратить внимание на выключенный свет и включить его обратно взломы и кражи чтобы начать нажмите левую кнопку мыши на запертом объекте в появившемся меню действий наведите курсорная иконку с изображением замка на видите курсорна инструмент для взлома и отпустите левую брутку мыши время которое понадобится джема зависит от сложности замка применяемого инструменты и навыка джек с erg а взлом всегда сопровождается некоторым шумом радиус которого зависит от применяемого инструмента по окончании взлом инструмент снижать свою прочность на 1 взлом можно на любой момент прервать и продолжить его позднее, но это приведет к небольшому повреждению замка. Поврежденные замки приходится взломать немного дольше, а после пятого повреждения замка начинают ломаться и ваши инструменты. Большинство персонажей носят при себе ценные вещи, которые можно попробовать украсть. Процесс карманной кражи в целом похож на взлом замков, за исключением того, что для кражи не требуются никакие инструменты. Концентрация. Каждый запертый объект по сложности взлома можно разделить на 5 ступеней. Легкая, обычная, высокая, очень высокая и непосильная. Доступная сложность замка взлома определяется навыками Джека, текущего доступного уровня сложности указывается в описании к каждому навыку. Аналогично происходит и с карманными кражами. Джек может взламывать замки и более высокого качества, чем позволяют его текущие навыки, но при этом концентрация Джека сниться на один пункт. Если концентрация и так на нуле, тогда инструмент потеряет сразу два пункта прочности. Чем ниже у Джека концентрация, тем дольше он взламывает замки и выполняет карманные кражи. Навыки и специализации. Каждый взлом замка, взлом электроники или карманной кражи влияет на развитие одного из четырех воровских навыков. Например, взлом отмычками улучшает навык открывания замков, а взлом компьютеров улучшает навык знания электроники. Примечание. Совершенно не обязательно воровать все предметы и взламывать каждый замок на вашем пути. Суммарное количество опыта за ограбление от этого не увеличивается. Отдельное упоминание заслуживает воровское мастерство и мастерство налетчика. Развитие воровского мастерства зависит от рейтинга, с которым вы завершаете ограбление. А чем выше воровское мастерство, тем больше специализаций Джек может использовать одновременно. Мастерство налетчика – это противоположная агрессивная сторона Джека, и развивается она от нападений на враждебных персонажей. Например, с помощью перцовых лопушек и токсинов. Но помните, что слишком частые нападения могут привести к снижению скорости роста воровского мастерства. Умения – это особые черты Джека, формирующие его собственный стиль ограблений. К каждому навыку привязаны по 7 умений, открываемых по мере развития этих навыков. Для изучения любого умения необходимо потратить одну очку умения. Эти очки можно получить, совершая ограбление, а также при выполнении некоторых заданий. Специализации – это уникальные особенности, которые могут довольно сильно повлиять на ход ограблений. Количество используемых специализаций ограничено, их нужно выбирать перед началом каждого ограбления. Получить новую специализацию Джек может различными способами – состоятельно открывать в себе какие-то таланты, вдохновляться чужими поступками или обучаться у более опытных учителей. Прочие препятствия Собаки – собаки охраняют свою территорию и не подпускают к себе чужаков. Собаки способны учуять Джека с любой от себя стороны, причем дальность обнаружения увеличивается, если собаку разозлить. Разозленная собака поднимает громкий лай, который может привлечь внимание окружающих. Охранные системы Охранной системы бывают двух видов – преграждающие проходы лазерной лучи и сигнализации, защищающие конкретный объект – дверь, окно, сейф и т.д. Существует несколько способов их отключения – выключить с пульта управления, взломать электрощиток или отключить с помощью компьютера. Компьютеры Компьютеры обычно содержат в себе почтовую переписку своих пользователей и иногда дают доступ к различным функциям местной охранной системы. Некоторые компьютеры могут быть заблокированы полностью, а в некоторых заблокированы только охранные функции. Для разблокировки компьютера обычно требуется именная карта доступа его владельца. Но найти ее можно будет не для каждого компьютера. В таком случае его придется взламывать с помощью специальных инструментов. Скрытые камеры Скрытые камеры замаскированы под какой-либо предмет и в большую часть времени не видны. Больше и большую часть. Времени не видны. Время от времени они активируются и осматривают окружающую территорию. Некоторые камеры также могут реагировать и на посторонний шум. Кодовые замки Двери, закрытые на кодовые замки, чаще всего они не подаются взлому, но где-то поблизости всегда можно разузнать четырехзначный код, который откроет эту дверь. Так, поблизости. Рейтинг ограбления Рейтинг ограбления отражает то, насколько хорошо и спланировано джек правил ограбления. Небольшая памятка по совершению идеального ограбления. Сбегайте слишком высокого уровня тревоги на ограблении. Уносите с собой как можно больше ценностей. Выполняйте дополнительные цели ограбления. Постарайтесь уложиться в оптимальное время ограбления. Вот с этим будут, наверное, проблемы. И по скрипту, нападения на враждебные персонажи не влияют на рейтинг ограблений, но снижают получаемое воровское мастерство. Способности враждебных персонажей Некоторые враждебные персонажи могут обладать одной или несколькими уникальными способностями. Узнать об их наличии можно при осмотре персонажа. Шестое чувство Персонаж со способностью Шестое чувство Два раза быстрее может ощущать присутствие Джека, когда он находится неподалеку. Ищейка Персонажи со способностью Ищейка могут замечать едва заметные следы, которые оставляет за собой Джек. Ищейка, обнаружившая Следы, некоторое время Будет исследовать По их маршруту. Следы исчезают спустя 8 секунд в помещениях Или 15 секунд на улице. Противогази Персонажи в противогазах полностью зачтены от атак Перцовыми хлопушками. Бронированный Персонажи в броне и противогазах полностью не восприимчивы к атакам любого Любыми предметами налетчика. Так, это пока все. Так, мы переходим к нашим умениям. Так, это у нас типа очки. Умения, я так понимаю, 0. Воровское мастерство 0%. Так, первое. Чутье на наживу. Подсказка еще есть. Так, понятно. Воровское зрение дополнительно обозначает наличие ценностей в карманах у персонажей. Или внутри предметов мебели. Воровское зрение подсветка, находящаяся рядом интерактивных объектов, накрывающая альт по умолчанию. Для изучения умения требуется наличие 5% наук. Так, ну пока что у нас это примерно работает, но видимо не будет подсвечиваться. Так-то у нас подсветка есть на альт. Воровская удача. На каждом ограблении джек может найти немного больше полезных предметов, препаратов, инструментов, ингредиентов и так далее. Для изучения умения требуется наличие 5% наука. То есть когда 5% у нас будет, мы сможем это изучить. Кошачья поступь. Описание умения откроется при достижении 5% наука. Вьючный молд. То же самое. Так, да, все то же самое. Откроется. А, здесь у нас 5%, а здесь уже 30%. Вместительная сумка, маскировка, неприметное лицо. 60% наука. Так, ну хорошо, мастерство налетчика. А, здесь у нас еще каждая раскрывается. Так, мастерство налетчика. А здесь мы почитали так? А мы это, кстати, не почитали. Не почитали сразу это, а воровское мастерство вообще не читали. Чем меньше ошибок допускает джек во время ограбления, тем быстрее растет его воровское мастерство. С развитием мастерства джек учится скрытности и получает возможность использовать больше, специализаций во время ограблений. Джек может использовать 2 специализации. Воровское мастерство 25%. Джек может использовать 3 специализации. Так, хорошо, мастерство налетчика. К сожалению, оставаться незамеченным удается не всегда, поэтому приходится прибегать к крайним мерам. Оглушать, усыплять или дезориентировать нежелательных свидетелей. Но помните, что слишком частое нападение на противников отрицательно сказываются на развитии воровского мастерства. Длительность негативных эффектов плюс 0%. Точность. Дальность броска дротиков увеличивается на 3 метра. Токсины начинают действовать на жертвы намного быстрее. Для изучения умения требуется 5% наличия навыка. Гроза у улиц. Опасность только раз... 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 разодоривает. Джека. Чем выше общий уровень тревоги на ограблении, тем эффективнее становятся его навыки. Усиление каждого навыка вплоть до плюс 20%. Грязный прием. Как бы все. Скрытное нападение. Улучшенная формула. Анестезиолог. И безнаказанность. Открывание замков. Взлом замков традиционными для вора инструментами, отмычками и дрелями. Скорость взлому плюс 0%. Джек может взломать замки легкой сложности. Открывание замков 30%. Джек может взломать замки обычной сложности. Так, но это по-любому будем качать. Специалист по отмычкам. Скорость взлома замков с помощью отмычек увеличивается на 15%. А радиус шума уменьшается на 1 метр. Ключник. За первое использование любого ключа навыка открывания замков увеличивается на 0,5%. Воровское зрение дополнительно обозначает местоположение ключей. Воровское зрение подсветка, находящаяся рядом интерактивных объектов, клавиша Alt по умолчанию. Так, на этом мы кнопку зажали. То есть нажал на эту иконку. То есть по идее будет активировано всегда. Аккуратность, сфокусированность, кураж, знание конструкции, мастер-взломщик. Так, здесь, кстати, у нас что-то еще будет. Специализация. А это у нас навыки. То есть навыки мы можем все прокачивать, а специализацию пока что нам написано, что можем две брать. Но к этому перейдем позже. Так, дальше. Это мы прочитали. Грубый взлом. Навык взлома с применением грубой физической силы, используя такие инструменты, как фомка или болторез. Порой выходит довольно шумно, но зато очень быстро и эффективно. Скорый взлом у плюс 0% джек может взламывать замки легкой сложности. Грубый взлом 30% джек может взламывать замки обычной сложности. Домушник. Заборные калитки, окна и входные двери домов взламываются на 50% быстрее при использовании инструментов для грубого взлома. Силач. Скорость грубого взлома увеличивается на 10%. Максимальный переносимый вес увеличивается на 3 кг. Хозяйственник. Грабитель. Всплеск адреналина. Проверенный инструмент. И контроль сила. Карманная кража. Зачастую люди стараются носить самые ценные предметы при себе, но для хорошего карманника это совсем не проблема. С развитием навыка джек учится обкрадывать все более опасных противников. Скорость карманной кражи плюс 0%. Джек может совершать карманной кражи легкой сложности. При достижении 30% джек сможет совершать карманной кражи обычной сложности. Разминка. Каждый украденный предмет увеличивает скорость последующей карманной кражи на 5%. По завершению карманной кражи весь накопленный бонус сбрасывается. Любимость фортуны. Так, еще раз, сбрасывается. А, ну то есть у него, видимо, будет там предметов около, допустим, 50. И каждый последующий предмет будем быстрее воровать. А потом, как мы с ним закончим, с этим человеком, то все это сбросится. По-моему, как-то так. Любимец фортуны. Джек всегда находит намного больше денег в чужих карманах. Легкая цель. Вторая тень. Незаметная кража. Удобные карманы. И кукловод. Знания электроники. Знания электроники не один раз выручит Джека при взломе панели управления или компьютеров. Скорость взлома 0%. Джек может взломать электронику легкой сложности при 30% обычной сложности. Электронщик. Скорость взлома электроники увеличивается на 30%. Время до включения автовосстанавливающихся панелей управления увеличивается на 50%. Хакер. Скорость взлома компьютеров увеличивается на 30%. Воровское зрение. Он дополнительно обозначает местоположение карт доступа. Так, это вот через Alt. Помехи. Итрополомка. Испорченное зрение. Мощный заряд. Источник помех. Так, я так понимаю, что у нас будет вот это заполняться, то есть само постепенное. И здесь ничего выбирать нам не надо будет. То есть у нас само активироваться будет. А вот здесь уже надо будет что-то, видимо, изучать. Хотя, может быть и нет. Заводской рабочий. По окончанию ограбления Джек приводит в порядок свои инструменты и восстанавливает их прочность. Не действует на сложную электронику и полностью поломанные инструменты. Так, хорошо. Короче, в курс дела мы вошли. Так, здесь еще, кстати, в игре у нас есть размытие свечения. Это мы, скорее всего, оставим в настройках. Есть размытие движения. Кстати, вот это, наверное, мы сейчас сразу отключим. Это размытие уже не очень. Так, может через шифт бегать. Да, размытие, наверное, уберем. Так, еще у нас включена хроматическая аберрация. Хроматическая аберрация, в принципе, здесь искажение по бокам дается. То есть здесь может быть... Наверное, тоже ее уберем. Дальше мы тогда отключим хроматическую аберрацию и размытие движения. Собственно, вот, размытие движения мы отключаем и хроматическую аберрацию мы тоже отключаем. Сохраняем, выходим. Так, наверное, будет получше. Так, что у нас есть? Эти почему-то уже не подсвечены. Это, по идее, должен подсветиться. Он не подсвечивается. Потому что я далеко. Изначально же они подсвечивались. Так, перестали подсвечиваться. Вот сейчас. Уж так будет подсвечиваться. Вот сейчас подсвечено. Может, действительно, потому что я далеко. А, вот, да. Я далеко отхожу, и оно перестает подсвечиваться. Все, то есть у нас есть небольшой радиус, в котором будет это все подсвечиваться. Так, хорошо. Карту можно отдалить. Карту можно крутить. Желательно, на самом деле, ее крутить так, как вот у нас показано здесь. То есть вот так показано у нас. А так и бегать. Так будет намного удобнее. Ориентироваться хотя бы по карте. Так, это ну что. Во время ограбления Джек может встретить нейтральных или враждебно устроенных персонажей. Нейтральные персонажи не опасны. Иногда с ними можно поговорить. Но враждебных персонажей следует избегать. Если Джек зайдет в область обзора враждебных персонажей, то они поднимут тревогу. Так, это просто... А, это у нас обучение. Когда враждебный персонаж видит вас, его пыль из обзора начинает синеть. Если синий цвет коснется Джека, то он будет обнаружен. Так, хорошо. ВИАСД перемещение камеры, зафиксировать камеру на персонажа. Так, это можно убрать. Это у нас все советы. Раньше жизнь была лучше или хуже? Конечно, хуже. Я в газете про это читал. Походу. Дышит, нет? По-моему, он уже не дышит. У него что-то типа чумы, по-моему. Скорее всего, мертвый. А за это что-то там. Не представляет угрозы. Поговорить. Не лучшее время для разговоров. Так, обследовать. Не представляет угрозы. Ладно. Это что у нас? Джек может перелезать через заборы, а также забираться на некоторые ящики, трубопроводы и другие предметы. Так, нам надо туда. Значит, сначала здесь все обследуем. Так, здесь через забор с колючкой он не перелезет в любом случае. Здесь тоже, здесь тоже. Так, вот здесь, допустим, по идее, может и нет. Побежал, нет? Я же два раза кликнул. Не побежал. Просто проверим, здесь может он перепрыгнуть или нет. Он либо устает, либо я не знаю почему, он перестает бежать. Рано уходить. А, здесь у нас потом надо будет еще вернуться сюда. Так, я пока ищу подсказки. Может где-то еще есть подсказки. Туалет. Ладно, пока подсказок нет. Собственно, здесь нам не пройти. Грузовик. Заперто. Сложный взлом обычно. А, это с той стороны. С той стороны нам не подойти. Значит, будем перелезать. Других вариантов нет. Мелких преступников нет места на страницах истории. Туда попадают только крупные... Крупные. Так, перелезаем. На два раза левую кнопку мыши бег или зажать шифт. Да, так он почему-то иногда вот сейчас почему-то перестает бежать. А, то есть мне шифт надо прямо держать постоянно. Если я шифт отжимаю, то он переходит на обычную ходьбу. Так, сложность кражи легкая. Это опасно как-то. С этим это опасно. Это что? Утюг. 10,3 килограмма. Утюг. Утюг. Лучшее средство для борьбы со складками. Жаль только о нейронности судьбы не разгладит. Сгодится на продажу. Так, хорошо. Какова была жизнь до войны? Война была всегда. Шляпа. Чью-то шляпу забрали. Такие шляпы уже не в моде. Зато она хорошо спасает от дождя. Так, с этими не разговаривает, в общем. Да? Девушка. Эта девушка, это... Это нищий. Так, все-таки карту, наверное, придется крутить, потому что не очень удобно так бегать. То есть удобно, конечно. А вот это нельзя крутить. А, ну здесь, в принципе, показано, куда мы смотрим. В этом, в принципе, если что, можно ориентироваться, то есть направо туда. Ладно, разберемся. То, что если ее не крутить, то очень неудобно. Металлолом. Металлические... Металлические обрезки. Е, наверное. Провода, пружины и прочие полезные мелочи. Так, сейчас попробуем ограбить. Так, поймем, он патрулирует всегда одинаково. Да, получится, не получится. При ходьбе, мне кажется, ограбить, это как-то это... Ненормально. У него что-то повышается что-то. Либо это ограбление, либо это сейчас он меня запалит. Я думаю, что это он меня запалит. Да, короче, когда человек ходит, его ограбить, скорее всего, нельзя. F5, сохранение игры. Короче, сохранение ограничено. А где он сохранил количество? Допустим, нажмем на F5. Осталось сохранить 4. Так, хорошо. Так, тогда можно, в принципе, попробовать ограбить. А что за день сегодня такой? Кажется, я где-то потерял свои отмычки. Запизняки обновлены на первое дело. Что там? Ладно, потом. Так, это слишком шумно. А, вот так вот, значит, ограбить. Дубинка патрульная. Так, теперь отошли. Пользуется высоким спросом среди уличных бант и шпаны. Работать ей одно удовольствие, если сходиться на продажу. Так, а можно просто выбросить, да? Так, теперь надо ждать, пока у него это спадет. И потом можно будет попробовать еще что-нибудь ограбить. Сложность кражи. Легкое обычное поведение. А главное, что тут не подошел. Так, ну давайте еще раз попробуем. Если у нее, кажется, нечего взять. Ясно. Так, хорошо. Здесь можно бегать. Мясо какое-то. Гнилое мясо. Если его отварить, отваривать подольше, поперчить и посолить посильнее, то кажется вполне съедобным. Загодится на продажу. Вот здесь какие-то два предмета было. Так этого, значит, мы грабануть не сможем. Какие-то здесь два предмета было. Ой, здесь трупаки, да? А вот здесь два предмета и было. Гнилое мясо. Еще одно. Еще одно. Гнилое мясо. Это явно не живые. Раз, два, три. Три трупа в мусоре. Так, здесь что за подсказки у нас? Нажмите, зажмите левую клавишу мыши на интерактивном объекте, чтобы отобразить его меню действий. А можно еще внутрь посмотреть, открыть. Так, хорошо. То есть мы можем просто осмотреть. Масляный светильник можно потушить. А если я просто нажму левую кнопку мыши? Альт подсветить объект. Так, ну подсветку я оставил. Потому что как бы вот так постоянно самому подсвечивать неудобно. То есть это вот намного удобнее. Просто активировал и как бы все. Документ какой-то. Уведомление гражданского суда. Кому Сьюзен Боунс. 10 сентября 1964 года. Вашему супругу Томасу Боунсу был вынесен приговор в виде смертной казни. Тем же днем приговор был приведен в исполнение. Мисс Боунс, на вас ложится обязанность оплатить работу дознавателей судебной издержки и приведение приговора в исполнение. Сумма к оплате 67,5 долларов. Жестко. Мужа казнили, а еще при этом... Это ж муж, да? Да, ж супругу. Казнили мужа, а ты еще и плати. Мне кажется, там можно прям... Прям на дыбы вставать. Так, что у нас здесь? Это у нас первое, кстати, что-то здесь обновилось. Пробраться во двор лавки. Ага, найти какой-нибудь инструмент в сарае. Так, хорошо. Это надо сарай. Так, опять Альц нажал. Посмотрим внутрь. Так, а это что у нас? Посмотреть в IT, что ли? Не запертое окно. А это посмотреть внутрь. Так, ну никого нет. Нажмите ли выкнут мыши на предмете F, взять ближайший предмет. А, кстати, да, у нас же F есть еще. То есть, это фомка. Нажимаем F. Там подходит, берет. Записки, я обновил первое крупное дело. Чтобы начать взлом, зажмите левую кнопку мыши на запертом объекте. В привычном замене он действует наведите курсорную иконку с изображением замка. Затем наведите курсорный инструмент для взлома фомка. И отпустите... Хорош, так быстро. И отпустите левую кнопку мыши. Взлом длится некоторое время, которое зависит от сложности замка, применяемого инструмента и навыков джека. Каждый запертый объект имеет свою сложность взлома. Легкая, обычная... Так, он меня не спалит. Нет, окна не просвечивают. Обычная, высокая и так далее. Досумная сложность взлома кармана и кражи определяется навыками джека. И так указывается в их описании. Джек может взломать и более сложные замки, чем позволяют его навыки. Так, на этот принцип мы все уже прочитали в обучении. Главное сейчас это, чтобы ушел. Теперь можно взломать. Она заперта. Взломать. А, вот так вот взломать. Х8. Так, прочность у нас 8. А что ты сюда пошел? Вы сейчас запалите меня, да? Нет, не запалил. Посмотрим, что тут есть. Так, еще одна фомка. Так, а где у нас мясо гнилое? Понятно. Так, фомка. Вот у нас, кстати. Мебель можно взломать. Двери и окна. 7. Это ценность. Вес. Эффективность. Двойка из пяти. Уровень шума тройка. Ну, мы видели, в принципе, это получается... Не знаю, сколько смотреть так. По экрану сантиметров на 10, наверное, бьет. Прочность уже 7. 8 максимально грубый, но простой способ решения всех проблем. То есть, в принципе, у нас... А где у нас вес? Здесь же вес должен быть еще. Так, что-то я не понимаю, где у нас вес. Где его искать? Так, это мы уведомления нашли. Здесь, может... Это не здесь. Это что-то не прокачалось у нас уже. 0, 0, 0, 0, 0. Что-то не прокачалось. Видимо, в конце, наверное, после завершения самого задания, тогда у нас все это добавится. Где у нас вес? Я где-то на него натыкался. Так, это у нас сохранение, да? Быстрое сохранение. Это у нас быстрая загрузка. Это у нас меню. Карта. Дневник. Ну, по идее, в инвентаре вот здесь у нас была. Был вес. Так, ладно, буквально сейчас быстро посмотрю на видео, потому что я натыкался где-то на вес. Ну, по идее, вот здесь отображалось раньше, когда у нас 0 было. Вообще ничего не было. Тогда отображалось здесь. Кстати, здесь у нас такая есть окантовка небольшая. Здесь у нас серым. Здесь каким-то, не знаю, больше... Не бронзовый, не знаю, какой-то цвет, правильно. Читать. Какой-то не сливовый. Какая-то на коричневый тоже не похож. Здесь тоже какой-то цвет, типа, как темно-бирюзовый, что ли. В общем, это инструменты. Это у нас металлолом. Это у нас различные предметы. Так, ладно. Забираем, что тут есть. Консервы. Еще консервы. Вот фонка, кстати, сейчас. Теперь у нас их две, да. Кстати, хорошо, что новые предметы обозначают здесь небольшой иконкой. Мы знали, что это новый предмет. Так, все, эти консервы все забираем. Мы их прочитаем. А вино. Вино тоже заберем. Так, можно письменный стол взломать. Так, ну вот сейчас он будет очень близко, поэтому надо подождать, пока он уйдет. Мы его взломать будем очень шумно. Так, вино. Довольно сносный напиток, особенно если не обращать внимание на то, из чего его делают. Загодится на продажу. Так, и что у нас? Консервы. Армейская тушенка славится по всему фронту и даже среди гражданского населения. Хорошо. Но по весу плохо, что я теперь не знаю, сколько у нас вес. Так, это пошел туда, да? А, нет. Он патрулирует, то туда ходит, то сюда ходит. Два маршрута у него. Так, ну все, можно взломать. А, здесь можно еще выбрать. Вот это, конечно. Если взломать, так доломать эту фонку. Так, что у нас здесь есть? Ценность деньги. Забрали. Так, а второе. Полезный жгучий перец. Забрали. Какая-то приправа пошла. Жгучий перец. Перец повсеместно добавляемый в еду, чтобы хоть как-то перебить ее отвратительный вкус и придать подобие съедобности. Так, а деньги прямо сюда, да? Деньги прямо сюда. А, можно еще сортировать. Сортировать по цене. Здесь не сортируется. То есть, в принципе, уже сама по себе идет сортировка. Ценности. Так, ладно, пускай будет все. Так, сортируют, тогда пускай. А, по категориям нельзя отсортировать. Ну, пускай по цене хорошо. Это что у нас? Самое дорогое. 10, 10, 9. Да, от высшего к меньшему пускай идет. Хорошо. Так, не то. Тут еще автозапуска есть. А это наше сохранение быстро. Так, допустим. Что мы делаем? Это у нас снаружи. А это у нас внутри. Так, это мы еще заберем. Тоже консервы. Консервы. Так, здесь больше ничего нет. Дверь открыта. Зачем я залезал через окно? Без понятия. С некоторыми людьми можно поговорить. А, такой он слепой. Так, мы поговорим со слепым. Так, объявление. Товарищ, будьте бедителен. Запрещенная литература в доме соседа опаснее заряженного ружья. Это взять нельзя? Нельзя. Подходите, господин. Я узнаю поступ члена вашей высшей партии. Я прав? Нет, я беспартийный. Да, чего тебе? Я не знаю, беспартийный. Жаль. А то я бы начистил вам обувь. Причем бесплатно. Почему же ты это делаешь бесплатно? Скажу вам по секрету для посрамления прислужников партии. Каждый знает, что все те, у кого начищены ботинки, полное дерьмо. Вот я и обличаю их прилюдно. Умно придумано. Большего вреда я и в жизни не слыхал. Как придумано умно. Спасибо, сэр. Можешь тебе чем помочь? Могу прийти к какой-нибудь еды. Спасибо, но не стоит. По ночам я пробираюсь во двор неподалеку отсюда. Там в яме всегда можно поживиться мясными объедками. Так, я так понимаю, что когда мы разговариваем, у нас игра ставится на паузу и этот до нас не дойдет. Хотя туман небольшой. А ну это туман именно там, где чат. Так, можно поживиться мясными объедками. Но я чувствую, что в ваших силах помочь мне в другой неприятности. Я слушаю. Недавно я встретился с одним старым товарищем и нам пришлось сильно напиться. Но когда я очнулся и протрезвел, то обнаружил, что пропала моя боевая награда. Сперва я подумал на своего товарища, но он рассказал, что когда нас в середине пьянки, у нас закончились деньги, я сползал в ближайшую лавку и заложил свою медаль, чтобы купить еще выпивки. Дурная моя голова. А я ведь даже этого не помню. С тех пор я совсем зарекся пить. Думаю, что моя медаль все еще у мясника. Мне-то он точно ее обратно не отдаст. А вот ты можешь попробовать ее забрать. Зачем тебе эта медаль? Она же практически ничего не стоит. Тут дело в другом. Медаль мне постоянно о чем-то напоминала. Но само собой о войне. О моих боевых товарищах и все такое. Но главное, она мне напоминала о том, кто я есть на самом деле. Понимаешь, она прикрывала какую-то пустоту в моей груди. А теперь, когда ее нет, что-то злое и тоскливое постоянно рвется наружу и твердит, что я просто никому не нужный калека. Так что я прошу вернуть мне не медаль, а вернуть мои чувства, память, гордость. Вернуть мне мой дух. Так, то есть он нас подталкивает на кражу. Но если бы он не знал, что мы, по идее, этим и занимаемся, то это было бы, конечно, очень нехорошо с его стороны. Хорошо, я верну тебе твой дух. Извини, но мне сейчас действительно некогда. Так, хорошо. Буду ждать. Так, каждый запретый объект, это понятно. А украсть, кстати, уже украли. Так, ну мы все равно туда идем. Но все равно надо будет туда проникнуть. Так, отсюда мы можем посмотреть внутрь. А там, в принципе, никого и нет. Так, то есть теперь нам надо это взломать. Подождем, когда это сейчас отойдет. Так, а ускорение как-то? Икс. А, икс нажать, икс нажать. Хорошо. Так, взламываем. Этот не услышит, слишком далеко. Так, можно ускорить. Все хорошо, что есть ускорение. Будем пользоваться. Дверь закрывается сама. Контрольная точка, игра сохранена. А, даже вот так еще есть контрольные точки. Хорошо. Да, в принципе, самому сохраняться особо-то и не... Ну, только если у кого-то что-то украсть захочу. Подсказка. Враждебники сразу же могут заметить пропажу предметов в их доме. Иногда бывает лучше отказаться от кражи недорогих предметов, если вы не хотите вызывать лишнюю тревогу. Здесь вроде никого нет. Может быть там кто-то? Там через дверь не посмотреть. Враждебные персонажи могут поднять тревогу, если заметить присутствие Джека. А, ну это то, что... Конечно, додумался. А что у тебя? Я думаю, у них винтовка какая-то. Они могут позвать подмогу, погнаться за Джеком или пойти осматривать местность. Так, хорошо, это понятно. Даже непонятно, почему это внутри. У нас подсказка не снаружи. Так, гнилое мясо. Нельзя просто... А, здесь только подсветка. Было бы хорошо, если бы оно еще сразу с описанием было, что это такое. Здесь, кстати, обычное мясо есть. Обычное мясо мы не брали. Мясо. Мясо перемешку с костями. Получить даже такое, это большая льгота. Тесак. Так, ну тесак тоже вроде как не на продажу. Не, на продажу. Хорошо заточенный тесак для рубки мяса и костей. Сгодится на продажу. Гнилое мясо. Так, хорошо, ломаем дальше. Этот замок невозможно взломать. Мне надо поискать другой способ открыть его. Угу. Так. Сюда мы не подойдем. Оттуда это плохо. Отсюда заходить печально. Это тогда у нас атакует. Медаль ветерана. Вообще не взломает. Дверь заперта. Этот замок невозможно взломать. А здесь есть второй этаж. Хорошо, здесь есть второй этаж. А вот там кто-то ходит. Многие персонажи могут наносить при себе ценные вещи, которые можно попытаться украсть. А, то есть это на это время обнаружения. Попробую незаметно украсть ключ у него из кармана. Так, это что? Шкафчик. Шкафчик, в принципе, можно взломать. А это услышать нет. По идее нет, потому что второй этаж, видимо. Что у нас здесь? Официальные трусы. Ценность. И... Одеколон партийное единство. Получить такой одеколон считается большой честью среди преданных партийцев. Таких людей всегда можно определить по запаху. Официальные трусы. Одежда истинных патриотов своей страны должна быть представлена в любое время и в любой ситуации. Так, это у нас не запертое окно. Я могу его просто забереть, я так понимаю. Это просто открыть. А, это он хочет вылезть. Так, хорошо. Пробуем украсть. Что-нибудь. Так, ладно, хорошо, что он слепой. Ключ добавили. А ты не хочешь присел? Вот, присел. Я помню, что если рядом стоять с чем-то... Так, пиво можно забрать. Так, что второй раз попробуем грабануть. Так, мы забрали ключ. Ключ от навесного замка на двери в мясной лавке. Хорошо. Так, а это у нас что? Пиво. Слабоалкогольная кислятина, продающаяся на каждом углу. Сейчас мы еще туда сходим. Шкаф не заперто. Это заперто. Нечего взять. А, все-таки на палузу ставьте. Так, ворох одежды взяли. И топленый жир. Где это у нас? Так, здесь какие-то три снизу точки. Топленый жир. Использований два. Можно два раза использовать. С помощью топленого жира можно смазать замки и инструменты. Уровень шума во время следующего взлома снижается вдвое. А вот это неплохо. Быстрый... А, это быстрый доступ добавить. Так, ну... А на какую кнопку? Непонятно. Наверное, на единицу будет. Либо можно сразу использовать. Подсказка. Мазываем взлом. Ясно. Ясно. Это мы сейчас будем взломать вот этот, наверное, шкаф. А, или офисный стол, наверное. А успеем и нет. Давайте попробуем офисный стол. Сейчас посмотрим, как он встает. Может, вот здесь можно спрятаться? Ну, по идее, да. Вот здесь можно будет стоять. Обратно он уже запалит. Так, хорошо, делаем F5. Идем сюда. Так, где там что смазать? Использовать. В смысле, я же смазал. Бей его. Так, не получилось. Так, ладно. Загрузим. Так, а нам же показывали, что смазать можно. Не получилось. Здесь же тоже вроде фонку доставал. Нет? А, это отмычку он доставал. Именно отмычку. Замки и инструменты. На фонку это не действует никак, да? Где он смазан? Здесь показано, нет. Топленый жир. Уровень шума во время следующего взлома будет снижен вдвое. Наверное, на это не действует. Так, либо сейчас, секунда. А как это? F8. Быстрая загрузка. С посмотрим, если мы просто сейчас начнем взламывать и будет еще больше шума, тогда да, значит, он все-таки сработал, просто он слишком близко стоит. А, ну да, значит, нам все-таки сработало. Хорошо, хорошо. Так, загружаем. Значит, это пока не вариант взломать. Здесь, может быть, будет вариант. Это что у нас такое? Комод. Еще одни трусы. Так, ну а вот с этим мы сейчас должны... Так, где у нас кнопка? Отопленный жир. На единицу. Вот здесь уже хорошо. Здесь работает. Так, что мы нашли? Куртка. И перчатки. Кожные перчатки. Допустим. Кожные перчатки. Потертые, но все еще пригодные для ношения. За них можно выручить немного денег. Куртка. Распространенная среди горожан одежда. Подойдет как для выхода в город, так и для работы в саду. Так, официальные трусы. Это немножко другие, да? Это тоже официальные. Они просто не складываются вместе. Ворох одежда. Больше похоже на кучу рваных тряпок, но беднякам выбирать не приходится. Так, и пока все. Ладно, понятно. Я перегружен, не могу идти. Грустно. Теперь у нас вес показывается, да? То есть, когда перегружен, тогда показывается. Так, ну я не знаю, что выкидывать надо. Так, сортировка по цене. Выкидываем что-нибудь. Самое-самое. Самое дешевое. А здесь что у нас? Письмо. Гневное письмо мясника. Бобби, поставки мясной продукции опять задерживаются. Мои прилавки уже почти опустили. Как и яма в саду. Или твои люди доставят мне два десятка мясных туш до заката. Или мне придется искать новых поставщиков. По скриптам. И постарайтесь найти мясо посвежее. Запах мертвецчины начинает вредить моей торговле. Так, и медаль... А, медаль ветерана. Надо забрать. Так, и перегружены. Так, что еще выкидываем тогда? Что у нас тут есть потяжелее? Килограмм, два килограмма. Мясо девять стоит. А это два по пять. Это будет 0,6, 10. А это два килограмма девять. Мясо получается самое, наверное... Тяжел. Вот это можно здесь выкинуть. Тололом. Тоже, в принципе, получается невыгодный. Тего лишь трешка. А у нас опять все сбрасывается, да? Это сортировка. Сортировка постоянно сбрасывается. Так, ну утюг, наверное, выкинем. Больше здесь вроде ничего нет. Так, а мне надо общить кассу мясной лавки. Так, ну это мы тогда завершим полностью задание. Здесь, кстати, ускорение не... А нет, сейчас ставится. Сейчас не ставится. Если только мы на месте стоим, тогда можно ускорить. Здесь мы, кстати, посмотрим. Начинаем болтать. Да, ставится на паузу. А моя медаль уже у вас? А мы не прочитали ее. Медаль ветерану. На задней стороне медали выбито имя ее владельца. Зи 3179. Именно такие номера присваиваются каждому вабранцу и изменяют им имена прежние. Сгодится на продажу. Так, все пройдет. Так, да, вот она. Берет в руки медаль и трепетно ее ощупывает. Да, это она. Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Мой боевой дух снова со мной. Спасибо, добрый человек. Таких, как вы, днем с огнем не сыщешь. Было бы побольше таких порядочных людей, и наше государство расцвело бы с новой силой. А побольше бы таких воров? Рад, что смог помочь. Я решил не отпускать вас с пустыми руками. У меня тут завалялась одна стекляшка. Достает из кучи мусора бутылкой и протягивает Джеку. Мне она уже ни к чему. Но вам вполне может пригодиться. И тебе спасибо взять подарок. Буду я еще всякий мусор подбирать. Так, ну если бы мы просто отказались, я бы отказал, чтобы у него осталось. Но здесь как-то слишком грубо это звучит, поэтому берем. Спасибо, взять подарок. Кошачий глаз, астральная чакра, медаль выполнена. Так, что мы взяли? Так, сейчас у нас в общем инвентарь всегда сбрасывается по цене. Настойка астральная чакра. Продукт изготовления местных знахарей. Дарует полное успокоение и нирвану. Концентрация восполняется до максимума. Общий уровень тревоги на ограблении уменьшается в два раза. Так, и настойка кошачий глаз. Продукт изготовления местных знахарей. Ненадолго улучшает восприятие и остроту зрения. Воровское зрение дополнительно обозначает наличие ценностей в карманах у персонажей или внутри предметов мебели. Эффект аналогичен умению чутье на наживу. Время действия 15 минут. Так, а у нас пока еще ничего не прокачалось, да? Ну ладно. Так, хорошо, этому помогли. Больше здесь помогать, наверное, некому. Трупу точно не поможем. Так, вот сюда бы еще залезть. В принципе, может быть, успеем. Храниться мы еще можем. Но мы не успеем. Только из-за того как-то отвлечь. Мне сейчас точно нельзя. Так, ладно. Возможно, пока нельзя. Возможно, это все потом. Так, загрузимся. Не будем там, что там замок ломается. Там пять раз может сломаться. Не знаю, есть ли тут что-нибудь еще. Куда может бродить. Да, наверное, вот так. Дальше уже не идет. Здесь ничего нет. Да, можно как-то вырубить. Патрульный. А, здесь пока у меня нет последующих предметов. У нас же тесак есть. Не подойдет, да? В общем, потом. У нас же дубинка есть. Она только на продажу. Ладно, пока идем туда, обчищаем. Может быть, мы сейчас обчистим? Либо его надо как-то заманить сюда? Так, его заманить сюда. Патрульная точка. Отлично. Индикатор освещенности указывает на уровень скрытности Джека. Так, это у нас вот эта тройка получается. Нет, концентрация. А где он? Вот, вниз пошел. А что у тебя там? Что-то не хватает, да? Газета. Еженедельный вестник. Из-за массы ошибок прошлого бездарные политики допустили нищету, голод, безграмотность и развал промышленности. Именно они положили начало Великой войне. Да, это заслуживает презрения. Но мы заслужим еще большее презрения, если позволим себе совершить те же ошибки. Общество прошлого погрязло в спорах и конфликтах. А потому было слабо. Значит, мы должны быть едины. Мы должны быть верны более Верховного Комитета. Все без исключения должны трудиться на благо государства. Тогда никто больше не сможет нам угрожать. Ни внешние, ни внутренние враги. Разделение слабость, единство сила, партия вечно. Так, я хотел взять... Где у нас этот обзор? Где-то не прячься. А, вот это прям в тени. То есть, это концентрация. Вот это у нас в тени. В общем, в принципе, он там немножко повозмущался, да ушел. Потом понял, что что-то там все наворовано. Так, мясо, короче, у нас слишком тяжелое. Гнилые овощи. Просто возьмем почитать. Мы еще такие не брали. Овощи разваливаются и практически растекаются в руках. Но люди все равно вынуждены платить за еду даже такого отвратительного качества. Так, у нас пока перегруза нет. Так, кассу мы сейчас чуть попозже взломаем. Что еще тут есть у нас? На, ты здесь такого овощи. Нелое мясо. Жгучий перец. А это, кстати, ушел куда-то. Куда-то ушел. То есть, у нас есть какие-то некие такие тоже скрипты, что ли, получается. Контрольные скрипты. Они меняют свой маршрут. То есть, теперь мы спокойно мы сможем грузовик отпереть. Так, что я взял? А у нас уже был, да, перец? Вот этот жгучий перец. Ну, пускай будет еще огнилые овощи. Мясо, мясо. В принципе, это все у нас овощи, да? Так, хорошо. В первую очередь мы что сделаем? Заперто. Значит, мы пока посидим здесь. Этот нас не заметит. Уйдет. Мы спокойно взломаем окно. Теперь мы спокойно взломаем грузовик. Не знаю, зачем. 8 денег и машинное масло. Так, у нас перегруз, да? А, вот здесь у нас 36,5. Перегруз пишется. Машинное масло за 30 стоит. Многофункциональная жидкость находит свое применение в любом хозяйстве. Некоторые даже любят обжаривать еду на этом масле. Сгодится на продажу. Так, ну здесь у нас 10 на килограмм. То есть, 1 на грамм. В принципе, это можно оставить. Так, 2 на грамм. 3 на 0,5 уже невыгодно. Так, нам надо выкинуть килограмм. Так, ну я мясо просто выкинем, да и все. Да как бы и все. Париться сильно не будем. Че-то встал. Так, ну и теперь нам надо обчистить. Самое важное. Общись к осу в мясной лавке. Так, ладно, подождем, пока он идет. Достаточно долго. Весьма-весьма долго. Со временем и последним сохранить что-то там. Готовы, беру деньги и что-то там пора сваливать отсюда. 52. Беру деньги и сваливаю отсюда. Джек выполнил основную цель. Запись новая. Основной цель ограбления. Теперь он может покинуть место преступления. Направление побега отмечается на карте местности горячей клавишей Н знаками в виде стрелочек. Там также выход с уровня можно определить по более яркому туману. Так, нажимаем на Н дневник. Что у нас здесь? То есть здесь мы все по... А, здесь у нас будет добавляться всякие задания. То есть проникнуть лавку у нас было последнее. Теперь у нас добавилось и выполнилось. Уже украсть у местника ключ от дверного замка, общись кассу, совершить побег. Добавилось. Так, здесь у нас ничего не добавляется. Медаль ветерана мы выполнили. Медаль ветерана. Найти медаль ветерана, отдать ветерану его медаль. Бедняга ветеран был так сильно расстроен, что я не смог ему отказать. Вот только просить медали у местника я точно не буду. У меня вообще-то другие планы на его счет. Вернул ему позабытое чувство гордости. Так, мы сейчас еще поднимемся к этому. Там же теперь мы сможем где-то вот здесь сейчас спрятаться. Сейчас скорее не работает. Я нажимаю. А оно не работает. Мы теперь сможем у него этот стол взломать. Сюда спрячемся. А, выключатель света нет, трогать мы не будем. Я не знаю, вдруг надо сохраниться. Вдруг он сюда зайдет. А если мы выключим свет? Сюда он, наверное, не пойдет. Все, теперь мы можем спокойно взломать его стол. Так, что у нас здесь? Печать. Так, ценность, в принципе. Ну, в принципе, ладно. Заберем в любом случае. Продовольственный талон. Так, ничего не стоит. Полезный. Пять. Три штуки причем. Так, печать. Небольшая металлическая печать, удостоверяющая донесения и приказы, решающие чьи-то судьбы. Так, и... Продовольственный талон. Три штуки. Кусок картона с печатью, дающий право на получение одной порции еды. Можно обменять на деньги. Так, хорошо. То есть мы, в принципе, по весу прям под завязку. Здесь у нас что? Мясо, по-моему. Утюг. Утюг мы уже не утащим. Трусы. Ладно, в принципе, нам... Хотя, можно было бы забрать. Все заберем. Почему бы и нет? А, еще деньги. Успею я деньги забрать? Не успею. Деньги на столе-то и не заметил. Ну, прям так заберем. Серьезно. Типа, ты заметил, что деньги пропали, но не до конца понял, что произошло. Ладно. Мясник у нас немножко дурачок. Так, все. Тогда уходим отсюда. Покидаем зону. Деньги мы за всевозможные забрали. Аж 348. Здесь 7,7. Здесь еще на 348. И, скорее всего, наверное, вот это уже учитывается. Цена. Если на все это считать не буду. Хотя на паузе можно посчитать. Да, сейчас быстро посчитаем. В общем, я все-все-все посчитал. То есть, вот все, что здесь у нас находится, плюс вот эти 77 денег, получилось 369. По идее, мы украдены на 348. То есть, по сути, я подумал, что, может быть, вот эти настойки нам же их дали просто так. То есть, я это вычитал. Тогда получается уже меньше, чем 348. То есть, у нас, по идее, в 21 идет разница. Может быть, вот это, кстати, мы сейчас используем. То есть, у нас сейчас 348. Допустим, вот это мы украли. Мы используем. А, уже из украденного не вычитается. Тогда, получается, можно, в принципе, добавить. Мы же один раз использовали. Но все равно, это разница в 15. В общем, где-то что-то как-то нам добавилось. Не как кража. Что-то мы взяли, не украли. Может, на улице, что мы находили мясо, наверное. Это гнилое мясо мы пару штук находили на улице. То есть, не в доме, получается, это не кража. Скорее всего. Так, этот идет. Так, а мы уходим. Все, в общем, у нас эта эмиссия закончена. Уходить, по-моему, я так понимаю, сюда надо было. А, туда. Либо туда. Там дети брылись, да? Так, а вес? Вес, кстати, вот теперь, когда у нас на грани, теперь он пишется. Когда у нас там еще 20-30 килограмм запасе, тогда он не пишется. Так, мы уходим сюда. Вот выход. С первой эмиссией мы закончим. Так, Джек выполнил основную цель. Ограбление теперь может покинуть. Так, это мы прочитали. Навыки. Навыки, собственно, здесь не качаются. Они качаются, я так понимаю, сейчас мы когда-то только завершим миссию. Все это надо добавиться. По заданиям совершить побег. Это все тоже выполнили. А записи. А, здесь у нас показывают, что это новые. В принципе, мы их прочитали. Компьютера не было. Управление. Так, не знаю, почему опять подсвечено. Это все читали. Это мы все читали. Выход. Статистика ограбления. Мясная лавка. Затраченное время. А, даже там 30 минут выделяли. Но это я очень долго все читал. Поэтому можно было бы намного быстрее пройти. Вы можете превышать оптимальное время на ограбление. Это не придет к провалу миссии. Найдена ценности на сумму 3048. Прочитанный записок 3 из 3. Уровень тревоги 9%. Ну, это потому что мы там украли деньги прямо перед носом. Совершено нападение 0. Навыки. Открывание замков 0%. А, ну мы потому что все взламывали. Грубый взлом. 7,5% плюс 7,5%. По завершению ограбления увеличиваются все навыки, которые Джек применил. Примечание совершенно необязательно воровать все предметы и взламывать каждый замок на вашем пути. Суммарное количество опыта за ограбление от этого не увеличивается. Опять же, неизвестно, сколько надо. Карманная кража. 4,9 плюс 4,9. Знание электроники 0. Воровское мастерство 6 плюс 6. Мастерство налетчика. Джек может выбрать путь грубой силы, нападать на вражеских персонажей, и временно их нейтрализовать. Только следует помнить, что слишком быстрый рост мастерства налетчика приводит к замедлению роста воровского мастерства. Мы попробуем этого избегать. Так, особые действия. Завершить ограбление невозможно, пока не выполнена основная цель ограбления. Дополнительные цели выполнять необязательно, но за них обычно полагается награда. Украсть на сумму больше 75%, награда на грубого взлома плюс 1%. Ну ладно. В принципе, не критично, можно все это выполнять тоже. Задание выполнено. Идеальное ограбление. Успех ограбления оценивается по нескольким параметрам. Общий уровень тревоги, ценность украденных предметов и так далее. Для отображения более подробной статистики наведите курсор на рейтинг. Чем успешнее проходит ограбление, тем быстрее растет воровское мастерство Джека. Так, идеальное ограбление. Хорошо, продолжить. Вы успешно провели свое первое ограбление. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы Джек вернулся к себе домой в трущобы. Либо можно начать заново, это если нас не удовлетворяет наш рейтинг. Так, хорошо, дальше. Закончить выполнение задания, да. Моя первая вылазка прошла на удивление успешно. Теперь еще несколько дней можно жить без назойливых мыслей о голоде и смерти. Еще каких-то полгода назад я работал техником на заводе, был примерным семьянином и активистом, а моя голова была полна дерьма, лозунгов, речевок, патриотизма и готовности отдать свою жизнь на благо государства. В общем, жил я в благостном неведении. Но одна нелепая ошибка, и весь мой мир рухнул. Подозрения в подрывной деятельности и шпионаже, ежедневные допросы, подозрительные взгляды окружающих. Только благодаря случаю и хорошим характеристикам я смог избежать тюрьмы. Но это не уберегло меня от увольнения с пожизненным клеймом ненадежный элемент. Все мои лозунги и речевки разбились в дребезги, едва столкнувшись с обратной стороной нашего государства. Я лишился всего – работы, квартиры и статуса. Тут-то в моей жизни и появился Карл. Благодаря ему я смог встать на ноги и кое-как приспособиться к жизни в трущобах. Так неожиданно для самого себя я и встал на путь вора. Возвращение в трущобы Задание – первое крупное дело плюс одно очко у меня получено. Поговорит с Карлом во дворе, глава 1, первые шаги. Наступил день, и Джек вернулся к себе домой в трущобы. Здесь Джек может продать награбленное, купить инструменты и полезные предметы, поговорить с интересными персонажами и разузнать про новые объекты для ограблений. Это некая наша база. Так, что у нас здесь? Одно очко умений. Так, это у нас 6%, 0,085. Так, вот теперь, а это теперь нам надо изучать, да? Все-таки надо. Выучить умения. Так, ну пока мы все это прочитали, пока мы это все не будем выучивать, прокачивать. Договор с дьяволом. Вы можете сохранить игру во время ограбления неограниченное количество раз. Общая тревога ограбления растет вдвое быстрее. Так, общая тревога ограбления растет вдвое быстрее. Видимо, когда у нас закончится наш лимит, тогда мы сможем сохраняться дальше, но тогда уже пойдет это вот ограбление, будет тревога расти в два раза быстрее. Так, хорошо. Здесь что-то у нас добавилось. Поговорить с Карлом во дворе. То есть, в принципе, мы еще не закончили. Это первое крупное дело. Устав от посторонних скитаний. То же самое. Подается мне на пути. То же самое. Так, ладно. Смотрим, что у нас здесь. Так, опять на Альцесе. Чем-то нажимаю. У нас так все подсвечено. На тубочке лежит какое-то письмо. Да. В общем-то оно, кстати, не подсвечено. Помимо умений, постепенно Джек будет обладевать новыми специализациями. Каждая специализация усиливает определенную черту Джека и наделяет его новыми способностями. Но использовать их все одновременно не получится. Перед каждым ограблением предстоит сделать выбор, на чем Джек будет специализироваться в этот раз. А, то есть вот так. То есть надо будет выбирать. Хорошо. Что там еще было? После каждого ограбления Джек получает одно очко умения, с помощью которого можно изучить новое умение. Чтобы это сделать, откройте в класс персонаж клавиша С по умолчанию. Так, в принципе, это я смогу сделать уже и прямо на задании, если что. Печка не заперта. Пусто. Консерва. А у нас места нет, наверное, да? Так, ну, по весу сортировать. Часто скажут, что сейчас это перегруз. Или здесь у нас перегруза не бывает. Самодельная отмычка. Это мы еще не встречали. Кусок гнутой проволоки, выдаваемой за отмычку. Эффективность 1, уровень шума 1, прочность 3. Так, хорошо. Чуть опять на альт не нажал. Случайно. Пусто. Так, ну, письмо. Оно надо, чтобы поговорить с Карлом во дворе. Все, письмо прочтем. Спать не хочешь? Спать не хочется. В окно не полезет, да? Лишко высоко. Может, потом он сможет спрыгивать. То есть, какое-то умение прокачает, чтобы он сможет спрыгивать со второй этажа. Письмо Беатрис. Письмо Беатрис. Здравствуй, Джек. Извини, что тебе приходится узнавать обо всем из письма, но я так и не набрала смелости рассказать тебе обо всем лично. Я давно устал о такой жизни. Нас окружает одно отребье, которое не волнует ни судьба партии, ни судьба государства. Я чувствую, что способна на большее. Государство нуждается в помощи каждого из нас. Поэтому втайне от тебя я подала заявку на перевод во фронтовой госпиталь. Когда ты читаешь эти строки, вероятно, я уже на полпути к госпиталю святого защитника. Первое время буду работать медсестрой. А что будет дальше, покажет время. Надеюсь, ты когда-нибудь меня поймешь. С любовью, Беатрис. Так, ну это видимо его либо девушка, либо жена, которая от него ушла. Беатрис, Беатрис. Даже после стольких бед и испытаний она осталась фанатичным приверженцем партии. Ну и ее выбор, ее право. Так, доброе утро, Джек. Доброе утро, Карл. Быстренько здесь осмотримся. Еще что-то есть. Продовольственный талон. Так, у нас уже такие были. Да, и взяли еще два. Верстак. Так, это у нас крафт пошел. Можно сделать, видимо, отмычки. Нужен металлолом. Металлолом у нас есть. Создаем. Так, самодельная отмычка, а металлолом мы потеряли. Почему они не стакаются? Где их вместе сложить? А, ну потому что у них своя прочность у каждого. Здесь так же, как и лом. Фомка. Так, фомку мы тоже возьмем. У нас перегруз должен быть. У нас перегруза нет. Жгучий перец. Здесь, а, здесь металлолом. Еще сделаем парочку. Отмычки нужны. Не знаю, сколько их понадобится на задание. Я думаю, штук пять можно с вами, в принципе, не тяжелые. Фомка 2,5. Фомка тяжелая. Эти 0,1, то есть их можно прессовый брать. Штук 10, наверное. На килограмм, на 2 можно их набирать. Так, больше там ничего нет. Так, что здесь быстренько пробежимся. Вдруг что, запрятали где? Вроде ничего нет. Так, походим у тебя по дому. Прости, что через окно. Так, просто быстрее. Так, свет. Свет не выключается. Печка. Ты возьмешь уголь? Это окно хорошо сделано. Прямо в шкафчике. Так, а мы можем выбежать. Каким-то поговорить с Альбертом. Каким-то грузовик перевернутый. Так, а как у нас вообще местность называется? Нажмите для быстрого перемещения. Быстрый перемещатель. То есть он побежит, да? А тут, кстати, вот это мы не заметили. Консервы забираем. А если на это нажать? А еще поблизости нет. Так, здесь у нас что? Это Карл наш. Здесь какой-то есть магазин. Какое-то здание. Здесь какое-то здание, в котором мы были или не были. Нам, в нем мы были. Здесь этот герб. А это их ящики. Почему внутрь-то не заходится? Он зашел. А, это у нас туалет. На туалет ничего нет. Так, ладно. Это выход куда-то туда. Это туда. Это туда. Туда выход. Так, мы просто нажимаем. Пускай просто бежит. Куда? К этому. А это он с торговцами. Так, ладно. Тогда мы сначала, наверное, поговорим с Карлом. Привет, Джек. Я смотрю, ты не с пустыми руками. Постой, что это за запах? А тебя воняет даже хуже, чем обычно. Да вот это он еще побывал у мясника. Ты же сам прекрасно знаешь, чем он торгует. А кто не знает, от эти его чертовы лавки несут тухлятины на пол квартала. Кстати, раз уж мы заговорили, есть желание еще раз прогуляться сегодня вечером. Подмикивается. А почему именно сегодня? Прошел слух, что сегодня вечером работники Скотобоин будут отправлены на работы по облагораживанию площади мира. Скоро же у нас день единения. Приготовления к празднованию идут полным ходом. Понимаешь, к чему я клоню? Не совсем, конечно. Конечно. Это отличная возможность прогуляться по полупустому кварталу. Все верно. Но все равно там может быть опасно. Поэтому я хочу показать тебе один трюк по отвлечению противников. Карлс достает самодельную конструкцию, напоминающую фугас. Это перцовая бомба. Мое собственное изобретение. Ну, не совсем бомба. Скорее хлопушка. Но если она попадет в лицо, мало не покажется. Эти перцовки несложно изготовить самому. Если хочешь, я могу тебя научить. Тебе, как другому, это обойдет всего в 50 долларов. Или можешь оказать мне услугу в будущем. Давай согласен услугу в будущем. Какой-нибудь. В будущем он скажет, давай, это 100 долларов. Такая вот у него услуга. Но все равно в будущем. Договорились. Карл рассказывает про секрет изготовления перцовых хлопушек. Еще раз напоминаю, тебе понадобится две порции жгучего перца, немного металлолома и банка консервов. Половину консервов обязательно съесть. Для точного броска тебе понадобятся все силы. Ха-ха. Вторую половину оставить в банке для лучшей клейкости перцовой массы. Для изготовления хлопушки ты всегда можешь воспользоваться моим верстаком и инструментами. Верстак стоит в сарае напротив. Но помни, что хлопушки это легкий способ решения проблем. И если ты будешь пользоваться ими слишком часто, это может повредить развитию твоих воровских способностей. Хотя разок запустить в лицо патрульного перцем никогда не повредит. Ха-ха. Спасибо, Карл. Я думаю, твои хлопушки мне очень пригодятся. Ну так что там у тебя? Принес что-нибудь на продажу? Да, а еще я в очередной раз потерял свои отмычки. Я же тебя предупреждал. Всегда бери с собой отмычки про запас. Можешь сходить в сарай и сделать себе еще несколько штук. Верстак в твоем распоряжении. Хорошо, спасибо, Карл. А пока давай поторгуем. Советы я позже еще зайду. Советы. Как ты смотришь на то, чтобы передать свой накопленный опыт молодому поколению? Я вижу, что в тебе достаточно сил и упорства для обучения на настоящему воровскому мастерству. Из тебя бы получился достойный преемник. Взлом фомкой это быстро и надежно. Но не забывай брать с собой отмычки. Ведь иногда тишина намного важнее скорости. А если тебе понадобится вскрыть сейф или железную дверь, то тут уже никак не обойтись без дрели. Слушай дальше. Пока что твои навыки развиты недослашной, и некоторые замки могут показаться тебе слишком сложными. Взламывание таких замков будет негативно сказываться на уровне твоей концентрации. А с низкой концентрацией любая работа будет выполняться гораздо хуже. Так что либо найди способ восстанавливать концентрацию, либо вовсе проходи мимо сложных замков. Если ты не можешь взломать замок из-за того, что поблизости ходят люди, то попробуй воспользоваться топленым жиром. Взлом смазанных жиром замков пройдет намного тише. Если тебя кто-нибудь заметит, то скорее всего он позовет на помощь окружающих, а потом попробует проследить, куда ты побежал. В поисках вора люди могут осматривать свои дома или близлежащую территорию по совершенно непредсказуемым маршрутам. Так что всегда будь настороже. Если ты убегаешь от погони на улице, то ныряй в ближайшие кусты. В них скрыться будет гораздо проще. А еще кусты помогают избежать уличного освещения и остаться в спасательной темноте. Спасительной. Темнота это твой лучший друг, союзник. На улице и в помещениях стала сила. Темноты может различаться. Чем сильнее тень, тем медленнее растет внимание окружающих людей. Еще пока ты в темноте, ты можешь прятаться за невысокими объектами, такими как ящики, столы, диваны и за прочей мебель. Если тебя все-таки загнали в угол, кидай в противника перцовую хлопушку и убегай. Только помни, что применение перцовых хлопушек приводит к небольшому повышению тревоги. Не стоит красть вещи, лежащие у всех на беду. Их пропажу могут легко заметить и понять ненужную тебе тревогу. Поэтому некоторые вещи лучше вообще не трогать, а ради некоторых можно и рискнуть. Следи за обстановкой, внимательно изучай маршруты движения охранников. Но всегда держи в уме, что в любой момент ситуация может резко измениться. У охранника появятся неотложные дела, а в дом вернется хозяин. Включится скрытая камера или прибежит загулявшая собака. А от собак прятаться тяжело. С какой бы стороны ты к ней не подошел, она сможет тебя учуять. Так что лучше просто обходи их стороной или пробираться по кустам. Или пробираться по кустам. Правда, я слышал про один интересный способ. Если укусить собаку за ухо, то она примет тебя за вожака и больше не будет на тебя лаять. Но сам я такое никогда не проверял. Все запомнил. Ты сможешь достигнуть мастерства, только применяя полученные советы на практике. Бросай вызов трудностям и постигай их смысл. Используй все свои инструменты в полную силу. Переступай через неудачи и поражения. Находи в себе силы пробраться снова и снова. Пробовать. Сила пробовать снова и снова. Карл, я не думал, что у тебя такой богатый воровской опыт. Теперь я чувствую себя намного увереннее. Меня особенно удивил твой совет про собак. Получена специализация вожак стаи. Действительно, скусать надо. Я же не всегда был скупщиком краденого. Приходилось мне и повоевать, и поворовать. Ты бывал на фронте? Давай оставим эту тему на будущее. Мы уже достаточно наговорились. Так, как много всего. А очки умения полученного вожак стаи. За пизденьки вечерная вылазка в квартал Скотобоин. Отправиться в квартал Скотобоин. Для ограбления стала доступна новая локация. Это квартал Скотобоин. Чтобы приступить к ограблению, идите по любой дороге к выходу из трущоб. И тогда вам откроются карты с возможностью перемещения между районами города. Не забудьте заранее взять с собой хотя бы две фомки. И несколько самодельных отмычек. Все остальные предметы останутся в трущобах до вашего следующего возвращения. Так, у нас теперь второе появилось. Это мы попозже прокачаем перед выходом, наверное. Так, первое крупное дело галочка стоит. Все, поговорить с Карлом во дворе. То есть это, в принципе, мы завершили. Отлично, вечерная вылазка. Отправиться в квартал Скотобоин. Карл посоветовал мне наветиться в квартал Скотобоин. Этим вечером у них будет пустовато. Поэтому прогулка обещает быть приятной. Так, теперь надо с тобой еще поторговать. Хочешь сбыть свой улов или чего-нибудь прикупить? Так, ну давай поторгуемся. Так, куда мне идти? Ты что, не выспался сегодня? Сегодняшний вечер отлично подходит для небольшого ограбления в квартале Скотобоин. Выходи из трючок по любой дороге и обязательно туда дойдешь. Не забудь взять парочку хороших фомок и изготовить на верстаке несколько самодельных отмычек. Верстак стоять в сарае напротив моего дома. Так, хорошо. В принципе, просто было интересно, что он скажет. Поторгуемся. Так, теперь мы смотрим. Там еще на базаре кто-то стоял. А, так они, наверное, не покупают. Наверное, им надо продавать всякое гнилое мясо. А, это у нас покупка вообще. У тебя можно, в принципе, купить отмычки. Можно купить фомки. Можно купить перцовую хлопушку. Капсула с пружинным механическим запором, которая открывается при ударе и выпускает облако жгучего перца. Бросок хлопушки в лицо ненадолго оглушает противника. Время оглушения 10 секунд. Купить. Так, пока не будем покупать. Отопленный жир. Тоже пока покупать не будем. Это мы все остальное видели. Так, продать. Продать все ненужные предценности. Ставим из продажи 175. Нет. Мы сходим сначала на базар, посмотрим, что у нас там. С этим еще надо поговорить. Так, гробики. Тоже с символикой. Тоже с гербом. А куда пропал Мартин? Его отправили в сумасшедший дом. Но он же не сумасшедший. Если человек думает, что может обхитрить государство, то он сумасшедший. Привет, Мэри. Как торговля? Все как обычно. Людям нечего платить, мне нечего продавать. Поставки товаров доходят до нас через раз. Да и порой еда такого качества, что противно трогать руками. Кто приходит с продовольственными талонами, тем это и приходится брать. Ведь там указан только вес продуктов, но не их качество. Что поделаешь, война. Надеюсь, все наладится. Надеюсь. Обязательно наладится. Не в этом году. Так и в следующем. А ты чего здесь? Надо чего-нибудь? Так, я просто шел поздороваться и доторговать. Так. Это, по-моему, того тоже продавалось. 34. Гнилое мясо. Так что надо будет цены все сравнивать. Они, наверное, фиксированы. Консервы 21. Так, а продать? Так же 175. В принципе, все продается так же. Как мы и находили, по 10. То есть все так, видимо, и продается. С одной мяса продадим. Допустим. Так, 77. Да, 9 добавилось. Хорошо. Так. А вот по покупке надо посмотреть. Топленый жир 34. Просто если цена везде одинаковая, то тогда можно и кто ближе к тому и подходить, и у того продавать, покупать. У этого тоже вроде был жир. А, тоже 34. Хорошо, значит, у всех цены одинаковые. Это хорошо. Так, а за сколько мы... А, нет. У нас нету жира. За сколько мы можем продать? Допустим, вот фомка 25 стоит. А продать за 8. То есть практически в 3 раза дешевле мы все продаем. Так, хорошо, ладно. Так, продать, да. Все продали. Так, консервы, это по идее для изготовления. Нам, в принципе, изготавливать ничего не надо. Пока... А те, в принципе, нам продавать пока не надо. Вот это, наверное, фомку можно, увы, это... Да, продать. Одну сломную. Одну целую купить. Так, отмычки не все закупаем. А это то, что мы продали, да, получается. Сгодится на продажу. Видимо, да, это просто наш товар. А, кстати, вот обратно это 30 стоил. А, мы можем обратно выкупить за ту же самую цену. Здесь мы случайно продали, мы можем обратно выкупить без потери денег. Это и хорошо, и плохо, потому что можно было бы цену побольше сделать, чтобы мы понимали, что лучше не продавать. Случайно не ошибаться. Иначе потом придется втридорога покупать обратно. Чего просто оглазить. Подходи, покупай. Вот овощи свежие подвезли. Дороти. Ну, давай. Так, билеты опять. Успокоительный порошок. Мощное седативное средство. Применяется как в воспитательных целях особо активных детей, так и для лучшего контроля за тюремными заключенными. Полезный предмет. Давайте возьмем. Полезный предмет. Дамская шляпка. Непременный атрибут женского гардероба. Практичный и удобный. На продажу. Женские духи. С ароматом луговых цветов и партийной преданности. Так, пиво. Овощи, гнилое мясо, гнилые овощи, талон, вино, консервы. Продавать, в принципе. Так, это то, что мы купили. А мы можем обратно продать за ту же цену, за что и купили. Но тоже это не надо. Оставим себе, не знаю зачем. Полезный предмет. Значит, куда-то пойдет в крафт. У тебя, в принципе, брать-то и нечего. Можно, конечно, топленый жир купить. Пускай может пригодится не сильно. Уж без него идти-то опасно. А вот, а вот она надо купить тоже. Потому что он у нас уже на предыдущем задании помог. Следовательно, здесь он может нам помочь. Так, и у тебя купим. Эти халопушки уже вес, поэтому... Хотя, в принципе, можно тоже, наверное, купить. Ты одна будет. На всякий-всякий случай. А вдруг действительно понадобится. Так, Альберт. За эту неделю что-то там. Продайте, сколько не жалко. А, подайте. Зачем тебе деньги, старик? Разве тебе больше не выдают положенную порцию каши? Я не ищу никаких выгод для себя. Все, что мне удается собрать, я тут же передаю сиротам из местного перевоспитательного приюта. На один продуктовый талон ребенок может прожить целую неделю. Но у них зачастую нет даже и этого. Все, что им остается, это выискивать почки с отбросами. Трудно представить себе, что они там находят. Эти худые болезненные существа не знают за собой никакой вины, кроме той, что их родители сгинули на фронте или гниют в застенках многочисленных тюрем. Но работники приюта относятся к детям хуже, чем к военнопленным. Твои слова словно ножом врезали с мое сердце. Это все очень печально. Мошенник. Допустим, сердце. Я думаю, исполнен был мошенником, он бы здесь долго не стоял. Обещаю, что с этого момента все добытые мной продуктовые талоны пойдут на то, чтобы накормить бедных детей. В глубине его бледных глаз вспыхнул свет. Ваша помощь не останется забытой. Сотни детей скажут вам спасибо. Доброе сердце. Новая запись. Я могу отдавать все лишние продовольственные талоны Альберту. Мне они уже без надобности. Альберт сможет с помощью них подкармливать детей из местного перевоспитательного приюта. Приносить Альберту продовольственные талоны. Допустим. У нас их пять или сколько. В его бледных глазах читается признательность. Я принес продовольственные талоны. Возьми их и накорми детей. Нищий благодарит Джека молчаливым поклоном и коротким взглядом добрых глаз. Пять талонов забрали. Че, все? Просто забрали талон. Надо пройти мимо. Так, ладно. Может потом что-то от этого скажется. Так. Здесь у нас, кстати, еще есть какой-то дом. Нам нечем говорить. Старик. Так, вот сюда можно зайти. А вот, наверное, этот приют и есть. Магазин пока не... А, это магазин. Антикварчик. Спешите. Новая попытка... Новая попытка премьеры киноленты «Куда уходят наши деньги». На этот раз по предварительной записи с предъявлением личного документа. Место и время показа будет объявлено каждому индивидуально. Так, ладно. Тогда нам пока не надо. Так, вот там что-то есть. Это, наверное, какой-то маш... А, я думаю, это машина. Грузовик дома какой-то стоит. Билл. Чего пялишься? Я просто шел мимо. Проваливай. Хватит мозолить мне глаза. Сечь нельзя. Сечь нельзя. Сечь нельзя. Так, с тобой мы не о чем поговорить. Так, ну здесь какой-то дом еще. Тоже закрытый. Аптекарь Рудольф куда-то ушел. Аптека. Так. Сюда бы еще. Ладно, нажмем сюда. Пускай сам добежит. Бар еще закрыт. А, это у нас бар, да, получается? Не могу пролезть в окно. Да нам бы посмотреть хотя бы, что там. Так, ну в принципе, всю локацию мы осмотрели. Больше, наверное, ничего нету. Сейчас мы вот здесь смотрим. Воронки от взрывов. Так, здесь у нас выход. Так, ладно, уходим. Здесь же можно, можно пройти. Скорее, не ставится. Пока он бежит, я не могу ускорить игру. А, ну, кстати, да. Надо прокачать. И что-то еще... А, у нас специализацию нам дали. Вожак стая. Собаки больше не поднимают тревогу при появлении Джека. Так, а это у нас заводской рабочей. Пока еще не совокрабление, Джек приводит в порядок свои инструменты и восстанавливает их прочность. Не действует на сложную электронику и полностью поломанные... А, и полностью поломанные инструменты. Я тогда мог, в принципе... Фомку мог оставить прочность хотя бы одну. Тогда бы она восстановилась по новой. А я ее полностью сломал. Ну, я, кто, кто знал, что это работает только на задании. Так, хорошо. Сейчас надо запомнить. Хотя, смотря, что мы возьмем. Наверное, лучше все-таки собак взять. Они не поднимали тревогу. Ладно, узнаем попозже. Так, что мы будем здесь прокачивать? Ну, что-то на воровское мастерство надо брать. У нас есть два очка науков. У нас есть, в принципе, вот эти два первых, которые мы можем прокачать. Воровское зрение дополнительно обозначает наличие ценностей в карманах у персонажей или внутри предметов мебели. Но это пока не обязательно, потому что мы проверяем все подряд. Здесь будет подсветка у нас вот такая, да? Что-то есть, что-то есть, а там ничего нет. Так, воровская удача. На каждом ограблении человек может найти намного, немного больше полезных предметов. Препараты, инструменты, ингредиенты. Это, в принципе, полезно. Так, а здесь что у нас? Заборные калитки, окна и входные двери домов сломаются на 50% быстрее. Скорость, пока нам не хотят, кстати, может быть и полезна была бы. На входные двери. Вот грузовик, когда ломали, в принципе, если у нас было на 50% быстрее, мы смогли его взломать. Даже если бы тут никуда не отходил патрульный. Силач, скорость грубого взлома увеличивается на 10%. Максимально приносимый вес увеличился на 3 кг. Так, наверное, вот это можно взять. Потому что 3 кг плюс. Это надо взять. Это мы возьмем. Так, карманная кража пока нельзя. 4,9. Так, ну и здесь, наверное, наверное, немного больше полезных предметов. Это будет лучше. Пока так. Идем дальше. Так, мы вышли на карту. Перемещение трущобы. Правительство словно забыло про существование этого места. Когда-то бывший благополучным пригородным район, теперь практически опустел из-за постоянной угрозы обстрелов и бомбардировок. Постепенно район пришел в упадок и стал пристанищем для разнородных отбросов общества. И тех, кому не посчастливилось попасть в списки неблагонадежных. Так, это вот что? Мясная лавка. А мы сюда, по идее, переместиться-то не можем. А, да, вот здесь у нас. Сюда можно, а сюда уже все. Мясная лавка. Мясная лавка на самом краю городских трущоб. Владелец грубый и мерзкий тип. Это мы, в принципе, все читали. Да, это все было. Мне больше нечего там делать. Хорошо. Хорошо.